В город над Бугом известный певец Олег Газманов приехал задолго до начала сольного концерта. Причиной такого раннего визита стало желание исполнителя посадить на Брестской земле дерево Победы, символа 70-летней годовщины войны. Подобный ритуал стал доброй традицией на родине музыканта, высаживая растения в разных уголках России. Он таким образом напоминает о подвиге народов года Великой Отечественной войны, оставляя частичку дыши и память о себе. За годы своего существования патриотическая акция «Посади дерево Победы», инициатором которой и является российский певец, впервые прошла в городах Беларуси. Такое решение музыкант принял не случайно. С белорусским краем Олега Газманова связывает очень много. Знаете, я после того, как сам и с помощью разных людей посадил больше двух с половиной тысяч деревьев, я уже перестал считать на самом деле, ну где-то может быть 2700 какое-то. Но на самом деле больше всего посадил в Москве. Например, вот в этот день Великой Победы мы посадили, ко дню Победы, мы посадили 70 сосен. В прошлом году 69. Был один год, где мы посадили 350 сосен. Вот как-то такие довольно большие посадки были. По 40 сажали деревьев. Ну вот так приятно, что теперь эта акция, она как бы вышла из границ не только Москвы, но и России. И мне очень здорово посадить дерево Беларуси, на земле моих предков. Здесь моя мама и отец родился, бабушка, дедушка. В Бресте дерево Победы Олег Газманов посадил возле главного входа в Ледовый дворец символичное растение с памятной табличкой. Будет радовать глаз брещан и напоминать о Великой Победе. К вечеру поклонники исполнителя собрались в концертном зале, чтобы насладиться долгожданным выступлением своего кумира. Приезд народного артиста России Олега Газманова – настоящий подарок для брещан, недавно отпраздновавших 70-летие Великой Победы. Поклонники творчества артиста с огромным нетерпением ожидали полюбившихся песен о войне, лиричных и задорных композиций и, конечно, новых хитов певца и композитора. Позитив и драйв с первых аккордов, инструментальные мотивы вместе с живым вокалом, мощная энергетика артиста. Уже с первых минут концертной программы поклонники почувствовали радость и наслаждение от встречи с любимым певцом. А потому приветственный шквал зрительских оваций долго не смолкал. В город над Богом Олег Газманов приехал вместе с бессменным коллективом «Эскадрон» и в качестве подарка брестской публике преподнес насыщенный, полный совершенно новых композиций и, конечно, ностальгических хитов-концерт. Мама, я без тебя всегда скучаю. Мама, прошу и поезда встречаю. Мама, конечно, мне без слухи твои. Помимо известных и полюбившихся всеми композиций «Морячка» и «Саул Эскадрон», которые вместе с артистом с удовольствием исполняли зрители, в программе прозвучало немало известных песен о войне и авторских, патриотических хитов. Во время концерта, который сам певец назвал «Победные песни», он часто со сцены обращался к ветеранам. Немало слов прозвучало и в адрес военнослужащих сегодняшних защитников Отечества. Тема войны 41-го коснулась семьи артиста. Он не понаслышке знает о том, как нелегко досталась победа его предкам. Свои чувства и переживания, боль и грусть о погибших на полях сражений он передает через песни. «Военные песни – это песни, которые рождены в основном во время войны, в самый тяжелый период нашей истории. У меня в семье они всегда звучали, когда мои родители собирались. Все тогда в то время были фронтовиками. По крайней мере, мой отец военный, мама врач. Оба прошли всю войну. Поэтому у нас всегда эти песни звучали. Вообще раньше, в тот период, в 50-е, 60-е годы, очень много было военных песен, много было военных фильмов. Я думаю, что сейчас тоже такой вызовы такие мировые в нашей стране. И я думаю, что эти песни очень нужны». Своеобразным гимном мужества участников войны за много лет стала композиция Олега Газманова «Господа офицеры». В год 70-летия Победы песню в исполнении певца и композитора смогли услышать в разных уголках России. В этот день она по-особому зазвучала на Брестской земле, именно там, где начинала коваться Победа. «От солдатских кровей я пою офицерам матерей пожалевшим. Возвратим им рано живых сыновей. Офицер, офицер, ваше сердце попал в прицел. За Россию и свободу до конца. Офицер, Россия, пусть свобода на вас сияет, заставляет в весом звучать сердца». «Недавно праздник 9 мая в крепости. Такая была гордость за наше поколение, за наших отцов, за наших дедов. И вот этот концерт – это продолжение того, что мы видели, что мы слышали. Такая гордость за нашу общую страну, за нашу русскую страну». «Старшее поколение, молодое поколение, он объединяет это все». «Какие песни вам нравятся?» «Больше военные, математика, патриотизма, войны. Вот все, что связано с нашей жизнью, с нашей безопасностью». «Он очень серьезный исполнитель, у него очень красивые ноты. И он композитор, и исполнитель, и вообще человек. Не то слово. Я под впечатлением еще буду долго очень». Непревзойденный стиль, характерные ритмы, особая подача и искренность исполнителя и автора десятков композиций Олега Газманова. То, что его отличает, и то, за что его так любят зрители. Встреча с кумиром стала настоящим праздником для берестейцев. Об этом говорили их радостные улыбки и теплый прием народного артиста. Субтитры создавал DimaTorzok